Всем привет! Вы смотрите Труджим, и с вами Свежинцев Роман. 16 мая пройдет бой между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером за пояс чемпиона UFC в легком весе, который до этого три года принадлежал Хабибу Нурмагомедову. Но, как мы все знаем, Хабиб покинул UFC непобежденным, а президент промоушена Дана Уайт решил разыграть пояс между бойцами, которые до этого не встречались с чемпионом. Либо так совпало, либо Дана, как громадный менеджер, решила оставить место для споров, а смог бы Хабиб победить нового чемпиона UFC. Но все это лирика. Перевел для вас крутое промо перед боем Чендлера и Оливейры. С вас лайк, с нас четкая озвучка. Поехали! Для обоих парней. Но Майкл Чендлер всегда готов показать что-то новое. Отличный удар! И это конец! Прямо вот так! Майкл Чендлер финишировал Бенсона Хендерсона! Майкл, ведется много споров на тему, что же ждет тебя дальше. Так что хотел бы спросить, ты предпочел бы подписать еще один контракт с Билатер? Или перешел бы в UFC? К чему лежит твоя душа? На что ты надеешься сам? Я постараюсь принять лучшее решение. Популярный боец Майкл Чендлер теперь свободный агент. И он хотел бы встретиться с тобой и перейти в UFC. Скажи, он тебе интересен как боец? Да, я бы этого хотел. Ведь он этого заслуживает. Я фанат боев, в которых встречаются лучшие в мире. И я бы хотел, чтобы на организацию таких боев прилагались все усилия. Похоже на то, что Майкл Чендлер переходит в UFC. Мы подписали Майкла Чендлера, и теперь он боец UFC. Я хочу боев со львами. Хочу самых жестких испытаний. Майкл Чендлер стал запасным в бою Хабиба и Гэджи. Гэджи стучит! Да! Он постучал! Я хотел бы сказать, это был мой последний бой. Я хочу драться с лучшими прямо сейчас. У UFC большие надежды на Чендлера. UFC — самый большой промоушен по боям в мире. И я с нетерпением жду, когда стану его частью. Получая новую игрушку, ты не бросаешь ее в пыльный шкаф. Ты хочешь ее показать всем как можно скорее. Фергюсон увидел, какое признание получает Чендлер. И сказал, я хочу с ним боя. 12 декабря. А UFC сказали Тони, что у Чендлера бой в январе. А потом Майкл Чендлер в одном из своих интервью заявил о том, я согласен на бой с Тони 23 января. А Тони ему отвечает, тебя уже подписали, о чем ты говоришь. И из-за всего этого недопонимания, Тони сказал, я иду дальше и проведу бой против Оливейра. 12 декабря на UFC 256. Я оказался единственным, кто принял бой с Тони, зная, что будет сложно. Но знайте, я иду за поясом чемпиона. Никто не доминировал над Тони так жестко. И никто так громко не заявлял свое право на пояс. В легкой весовой. Да, я без сомнений могу сказать, что Оливейра — один из лучших в мире. Причем в жесточайшей весовой категории. Дана уже говорил, что победители следующих боев окажутся в первых рядах и будут претендовать на звание чемпиона. Так что я прослежу за боем Конора и Парье, чтобы знать, кто мой противник. Итак, вчера ты провел встречу с Хабибом Нурмагомедовым и не отрицал, что вы пришли к единому решению по поводу его карьеры. В общем, настроение Хабиба сейчас таково. Он добился всех целей, которые перед собой ставил. И также ему понравилось выступление Оливейры в его бою против Тони Фергюсона. И в следующую субботу пройдет бой Макгрегора и Парье, а также Чендлера и Хукера. И Хабиб сказал мне так. Я буду следить за этими боями. Я не вправе задерживать категорию. И я не собираюсь держать пояс, не давая другим возможности его забрать. Если в этих боях парни покажут что-то особенное, может быть, я и вернусь в бои. Этот бой Конора и Парье заинтересовал людей больше, чем твой бой против Конора, судя по пейпервью. А теперь представь, сколько бы собрал твой второй бой против Конора. Просто говорю, я просто говорю. В субботу мы все войдем в октагон и покажем потрясающие бои. Те, кто победит в этих парах, в обязательном порядке окажутся претендентами на звание чемпиона. Я вам скажу, это величайший момент в моей профессиональной карьере. Конор Макгрегор, сюрприз, сюрприз, я новый король легкой весовой. Дастин Парье, твое время прошло. И Хабиб, если ты все-таки решишь вернуть свою персону в октагон UFC и довести дело до конца и сделать 30-0, тогда побей меня, если сможешь. Обалдеть! Фукер отправляется в нокаут, и Майкл Чендлер одерживает свою первую победу в UFC. И теперь Майкл Чендлер становится новым претендентом на пояс. Я думаю, для него это важный день. Когда боец впервые оказывается в UFC, как правило, первый бой для него крайне сложен. Но для Чендлера все было иначе. Поймите, когда ты получаешь такое внимание, какое он получил сегодня, ты получаешь все. И он смог. Кто-то справляется, а кто-то нет. Хабиб сказал мне, что планирует с тобой встретиться, чтобы обсудить ситуацию с титулом. Да, в субботу или воскресенье мы будем ужинать. И потом, понимаешь, поговорим и все решим. О Чендлере было много разговоров. И его первый бой в UFC был огромным. Он отправил Хукера в безумный нокаут. Многие поговаривают о его праве на пояс. Может, я и не заслужил. Может, выступил и не так хорошо. Но все мы люди, и каждый сомневается в себе. Не застрахован никто. Так почему бы и не попробовать? Почему бы не поверить, что ты лучший в мире и можешь достичь огромных высот. О лучшем нельзя и подумать. Только подумайте. Дана уже говорит, что, может быть, я проведу бой за пояс против Парье. Даже при условии, что пока это только разговоры, имею в виду бой за пояс. Но об этом говорят. И это меня радует. Ты говоришь, что бой с Чендлером тебе не интересен. А что тебе интересно? Реванш с Коннором? Или, может, кто-то другой? Меня интересует реванш с Коннором. Чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов? Официально заявил о своем завершении карьеры. Да, я уже говорил, что собираюсь немного поуговаривать Хабиба. Попытаюсь его заинтересовать в возвращении в октагон. Но мы уже обсудили много всего хорошего. И он решил уйти. И я не думаю, что он вернется. Сегодня Хабиб ушел. На этом все. Хабиб ушел из боев. И это означает, что пояс чемпиона свободен и ждет нового владельца. Как думаешь, то, что приходит парень из другой организации, Майкл Чендлер, и сразу же поднимается на самую вершину. Это нормально? Сразу получая бой за пояс против ветерана, как Оливейра. Это справедливо? Решать, конечно, не мне, но я думаю, ему нужно провести еще несколько боев. Можно ли уверенно сказать, что третий бой Коннора и Парье уже на стадии разработки? Скажу так. Парье хочет реванша. И это умно. Правильное решение. Было ожидаемо узнать об их третьем бое. Парье говорит, что хочет трилогию. Третий бой с Макгрегором. Он этого хочет, и чтобы это был бой за пояс, но готов провести и просто бой. И следом Дана Уайт публично заявил, что будет бой между Чендлером и Оливейра. Никто этого не ожидал. Так решил Дана. Чендлер и Оливейра проведут бой за звание чемпиона в легком весе. Оказал ли Хабиб на это какое-то влияние? Нет. Этот бой между Чарльзом Оливейра и Майклом Чендлером невозможно не хотеть увидеть. Оливейра заставил его постучать. Он буквально его раздавил. Он постучал и продолжает бой. Оливейра готов выйти против любого, ведь те психологические проблемы, которые у него были, уже позади. Обалдеть! Чарльз Оливейра! Очередной нокаут и его серия побед продолжается! Чарльз Оливейра Оливейра нашел способ сохранять хладнокровие, но все равно охотится за головой. Он использует любую возможность, чтобы победить досрочно. Вот он, Оливейра! Его умение в джиу-джитсу это абсолютное безумие. И безумие в хорошем смысле. И Оливейра снова побеждает! У Оливейра вообще нет никаких слабостей. В стойке он просто маньяк. Мощный право от Оливейра! Чарльз Дубронкс Оливейра! Оливейра побеждает, осправив соперника в нокаут! Они оба — суперэлитные легковесы, и их бой обязан быть невероятным. Майкл Чендлер. Я абсолютно уверен, что могу побить каждого из этих парней. Майкл Чендлер невероятно хорош. Он обладает истинным талантом. Он взрывной, быстрый. Чендлер оформляет нокаут! И в его руках содержится огромная сила. Мощный удар, и он в отрубе! Это всё! И он не раскрылся, даже наполовину. И Чендлер проводит захват! И локоть глубоко, прямо под подбородком! И это конец! Я видел, как тренируются они. И я вас уверяю, они живут не как я, и они не прилагают столько усилий, как я, чтобы стать чемпионом. Когда он роняет соперника, и бой переходит на землю, все осознают, какой силой он владеет. Он берёт и разрывает. Мощный левый, и он потрясён! У него большие проблемы! И Чендлер не собирается его отпускать! Он забирает спину, и это всё! Если говорить о возможности боя за пояс в UFC, такая возможность меняет жизнь. Поэтому я сосредоточен. Чендлер против Оливейры. 16 мая. На этом всё, друзья. Выпуск переведён и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи! Пока! Субтитры подогнал Игорь Негода! Продолжение следует...